Подружное мычание и подзвонкое ржание играющих на площадке маленьких отпрысков Начинаем запись следующего выпуска Best Replay С вами Банни Вур Простите, окно закрыть не могу, ибо в Ростове чудовищная жара У меня уже буквально пупок стекает в трусы от духоты А лето только начинается Итак, по традиции перед выпуском Благодарим наших меценатов А это 4 благороднейших джентльмена За Альянс перевел 444 рубля Любитель красивых цифр, видимо эстет Дайте топ-карту Захумов, написал он Ща дадим А, не карту, топ-кату Захумов Ну и кату Захумов тоже дадим, не беспокойся Паразитизм Паразитизм Паразиты у нас тоже смотрят Не только, знаете, люди, приносящие пользу обществу Но иногда еще и паразиты Люди, которые вступают в синергию И вытаскивают из каких-то общественных социальных элементов Все самое лучшее В общем, приветствуем И паразитов тоже 300 рублей перевел Спасибо за олдскул Пожалуйста Веремт 250 рублей закинул на кофе для аспиранта Хорошо, я куплю ему кофе в Ростове И отправлю в Москву почтой России Но главное не дроном Потому что тогда кофе может украсть стену какого-нибудь Дона Дома Ну и Дона тоже не знаю И Николай Сатаев 43 рубля зашвырнул нам в шапку Спасибо вам, ребята Благодаря вам выпуски выходят в два раза чаще Ну а у нас запланированный субботний выпуск Best Replace Приступаем к трапезе А украсят 44 выпуск Best Replace Поединок ТХО Скрывающегося под ником Panda300 И великолепного Я бы даже сказал легендарного Корейского эльфа Ремайнда В общем, наверное Это второй после Луналикова Эльф всех времен и народов Я думаю, что это место неоспоримо Ремайнд зажигал по полной программе Не раз опрокидывал самого Муна Да и вообще выиграл массу онлайн-турниров Да и некоторые Ланы тоже Всегда был в когорте элитных варкрафтеров Всея планеты Земля Ну и мы видим, что ТХО Он же Panda300 Начинает игру с веселого, бодрого кросса Трех ментов в район эльфийской базы Мы это уже видели Естественно, начинается застройка Потрясающая Кстати, посмотрите, как грамотно располагает Этой вышке ТХО Дело в том, что АОФ вырастить нельзя будет Сразу вплотную поставить Потому что места не будет Вот, пожалуй, наверное, только Выше Мейна Можно будет вырастить его Чтобы сразу начать лупить Но АОФ уже не успеет Не успеет, соответственно, создаться Эльф, конечно, ремайнд Он хоть и опытный товарищ Но не ожидал такого бурного начала От своего визави Сразу же застройка Три башни Ну, еще двое бегут помогать Видите, на золоте только один Одинокий бродяга любви Казанова Намывает там на прииске золотишко В общем, эта страта старинная Семиструнная И я уверен, что ремайнд Который вырастил барак Под Криппинг на зеленой точке Должен знать, что делать У него выходит Демон Хантер Что делать в этих случаях? Ну, во-первых, нужно обратить внимание На Хуманский Мейн Где полнейшие разброты шатания Там вообще никакой защиты Во-вторых, надо отменить Демон Хантера Бесполезного В-третьих, мы выкапываем Мейн И уводим Веспов Не нужно нам золота В такой формации И наймем сейчас какого-нибудь героя Я даже не знаю, какого Слушайте, это великолепный старт Эльф просто... Ага! Мы нанимаем фаерлорда И идем в ответный пуш Вот такая загогулина Ну, я говорю, ремайнд Это парень Еще тот Затейник Изобретательный Нычка начинает Прогрызать себе дорогу в жизнь Вообще Деревья у эльфов Кровожадные Деревья ганнибалы Которые жрут своих Собственных соплеменников Не видел я таких деревьев В природе Только у эльфов растут такие Свирепые дубы Все правильно И посмотрите Отменяем вышку Здесь уже У Тиаша же нет алтаря Эта застройка идет без алтаря И у Тиаша теперь герой выйдет Я не знаю еще когда А эльф может Соответственно Со спавнивающимися Бесконечно огненными элевами Здесь Во всех смыслах Слово Зажечь Ну вот вы знаете Если бы На месте ремайнда Оказался любой Неопытный игрок Он бы растерялся И наверное Ливнул из игры Вышки бы достроились Снесли бы мейн Снесли бы рудник Вышел бы Какой нибудь Демон хантер Бесполезно Побегал бы по карте Ну и Эльф написал бы ГГ ВП Нет не написал бы конечно Вышел бы без ГГ И Долго бы еще Жаловался Своей маме На то какие Беспардонные Читеры И абузеры Бегают в лагере Но не таков Наш ремайнд Он быстро Сориентировался В ситуации У него абсолютно Нет инкама Но инкама то нет И у хумана Все рабочие Вынуждены сражаться Правда очень грамотно ТХО все таки Успел достроить алтарь И нанял беста Вот как вам такое начало Фаерлорд за эльфа Бестмастер за хумана У эльфа уже нет Экспо Нет мейна Мейн идет путешествовать По карте Но это улыновая Конечно будет Игра Я не знаю Как ревайн Будет без голды Как вообще Без Золото добычи Жить В Варкрафте Я понятия не имею Короче Пришли судебные пристави Описали имущество И теперь гоняют Оставшихся Оставшихся Несчастных Граждан эльфийской Национальности С целью Отобрать у них Последнее Беда Но фаерлорд Здесь не теряется У него сейчас Да У него накопилась Мана на еще одного Элементаля И он так потихонечку Они гелируют Одного за другим Пизантов Но самое главное Конечно Все таки Мейн У хумана Остался Инкам Какой-никакой Идет А эльф Будет жить Только на том Что построил Изначально Как он будет выживать Пока нам Непонятно Удивительное Начало И Ну у Риманда Есть планы Я думаю На эту игру Он сейчас Как-то собрался С мыслями Сконцентрировался И будет Что-то Изобретать Здесь Господин Риманд Изобретакин Ой Тут что-то Недоконтроливаем У фаерлорда Его уже Порядочно Навешал Оплеух Медведь И тп И тп Вижу Что направо Двинули Веспы Нычка Уже Вон Куда Аж Притопала Интересно Есть Мунвейл Там Внизу Надо Как-то Подхилиться И Если Сейчас Тиаш Накроет Криппинг Эльфа То Это Будет Гг Собственно Если Б Сейчас Просто Бесмастер С Медведем Пришли Вот сюда На эту Точку И В момент Криппинга Будет Сейчас Очень Аркадный Криппинг У ремайнда Он Будет Двумя Тремя Арчами И Файер Лорном Кстати Уже Наполовину Третьего Левела За счет Того Что Пробывал Там Рабочих Он Будет Пытаться Зай Крочек Если Отменить Вышку Если Отменить Убить Гриппящийся Мейн Эльф То Все Нужно Вылезать Из Игры Успеет Размножиться Эльф Успел Красава Красавчик Но Царское Окружение Пизантами Ну ТТХО Что Вы Хотели Минус Еще Один Рабочий Отпочковавшийся Элем Отомстил За батю Или За брата Я уж Не знаю Какие у них Там Кровно-родственные Связи Они Друг из Друга Вылезают Как Черви Дожди А Люди Тоже Друг из Друга Вылезают Да Но Можно Сказать Что На Какой-то Момент Элем Гермафродит Оказывается Беременным И У него Очень Стремительно Происходят Роды Возможно В муках В общем Сын Отомстил За Отце Мать За Мать Отца Я уж Не знаю Кто Он Проходился Так Здесь Криппинг Здесь Криппинг И Вот Этот Криппинг Конечно Я думаю Сейчас Ремайн Он Он Мой Там Мэйн Почти Умер Прибегает Прибегает Хуман И ему Нужно Увидеть Вовремя Вы видите Тыкнуть В мэйн Начинаем Хилить Хилить Всеми силами И стрелять По Нет Сейчас Медведя Мы за Диспелем И дерево Все-таки Сможет съесть Другие деревья И за счет Них Как-то Подхилиться Прибежали Вот это Оллин Это Оллин От ТХО Нужно Попытаться Отменить АОВ Он это Понимает Но Почему-то Нет Почему-то Он вместо АОВа Тыкает В Арчей В общем Как-то Вместо Того Чтобы Попытаться Эльфу Как-раз Лишить Эльфа Самого Дорогого Кстати Две мамзели Уже Померло Качается Потихоньку Бестмастер Но у него Мало ХП Но на этой Карте Во-первых Есть Фонтаны Жизни Правда Кто же Даст Сейчас Так Просто Прибежать Захилиться Магаза Нет Я думаю Сейчас Как-раз Файерлорд Файерлорду Есть чем Заняться Пока У него Оплетается Новый рудник В новом Его доме Файерлорд Будет гонять Бестмастера Здесь Магаз С лесом Огромные Проблемы Потрясающее Начало Конечно Ничего не скажешь Сагрили на АО Крипов Молодец Не теряет Времени Даром Бист Нет Все-таки Файерлорд Мне кажется Неправильную Выбрал Дорогу В этой Жизни Сейчас Бист Спокойно Как-то Интересно Можно Зайти на Фонтан И подхилиться Так Чтобы не Сагрить Крипов Мне кажется Должна быть Такая точка На этой Карте Вот она И находится Да Вот если бы Файерлорд Попытался Найти Там же Очевидное Место Куда Пойдет Крипится Бист Он там Мог бы Сейчас Убить Героя Хуман И Создать Определенные Проблемы Потому что Тут так Денег Хватает Ох Как много У Эльфа Леса Ну да Там Веспы Только Делали Что Дерево Добывали Едва Едва Ресурсов И убийства Потери Героев Воскрешения Не входят В экономические Планы В бизнес План Хумана В этой Ситуации Но тут Уже Вышка Достроена И особо Не похарасишь Мне кажется Что Там Правда Два Рабочих Два Трупика Рабочих Опровергают Мою Дефиницию Но Тем не менее Бистмастер Захилился На фул Ну Такое Мне кажется Тактически Неверное Игровое Решение Двух рабочих Вместо убийства Героя Он Двух рабочих Бистмастер Даже если бы Нажал ТП У него же Нет магазина Ему негде Лечиться И можно было бы Его дальше Принимать Или не выпустить Из базы Пускай там Генится Да Здесь Срочно У нас Заказаны Мунвеллы Приходим И попытаемся Застроить Еще эту мючку Видимо Как-то так Планирует ТХО поступить Прибежало Много рабочих Отбивать застройку Но совершенно Нечем Если сейчас Здесь начнут Возводить Вышки То Эльф Ну это же Эльф Он будет Строить базу В каком-нибудь Другом месте Итак На город Напали Ждем башен Нет не стал Почему Почему Ты Хо Ты ведь мог А если бы Ты здесь построил Вышки То это все ГГ Больше То есть На другой конец Карте Это дерево Бы топало Во-первых Там неудобно Ити через Поперек карты Там в обход Пришлось бы Пилить А во-вторых Ну Уже не хватило бы Времени Перекопаться На новую нычку Хумен бы успел Во что-то удобоваримое Развиться И Грохнули Ремайнда Ай-яй-яй-яй-яй Да Нет Все-таки Застройка Будет Милиционеры Не ушли До конца Правда Здесь Бестмастер Затерпел Ой Как затерпел Ой Ахаха Нет он не умрет Нет умрет Красава Отлично Очень вовремя Фаерлорд Скастовал Свой спел Это не дикий огонь А вот Второй спел Персональный сайленс Я его так называю Но он еще Тикает как нож Варденке Но видимо Очень слабенько Правда Повелитель зверей Там дышал наладом Как-то вот видите Повелитель зверей А звери ему не помогли Две овцы стояла И просто Смотрела Как их Ну судя по всему Их предводителя убивают Ведь овца Тоже зверь С какой-то С 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 Помочь Отдать копыто За своего Главнокомандующего Кумен продолжает Гоня Ой там Алтарь Дымится Емоё Дерево Там почти Забило Алтарь Но Почему-то Переключилась На Милиционеров Микайса Интересно Можно переключать вручную, по-моему, можно переключать. Ну да, там уже при клипинге, ауф, можно, соответственно, перенаправлять. Соответственно, здесь алтарь нужно убить, уже ему там осталось две тычки. Переходит эльф, нычка у него все еще жива, и все только начинается, ребята, все только начинается. Можно сказать, что это была преамбула, в которой стороны немножко обменялись, не обменялись, а немножечко модернизировали изначальные респы. Вот теперь, когда дерево сидит на мейне, когда с базами определено окончательно, мы начинаем игру, начинаем развиваться, да-да-да, строить аовы, возводить мунвеллы, здесь вот у нас алтарь, казармы, футмены появились. В общем, по сути, на 13-й минуте игра таки началась. До этого стороны пытались как-то окончательно определить, где они начинают сражение. Да, начало уже точно мега-экзотическое, нетривиальное. Погоня за огненным элемом увенчалась успехом. Христмастер, вот я не знаю, ну, видимо, видимо, попросил у огненного и элема прикурить, не знаю, и прикурил от него персонально. Да, сейчас будут побегушки, какие-то размены по зданиям. Мне кажется, нужно заняться криппингом, раз уж застраивать не стал ТХО, а я бы на его месте об этом задумался. У него были к этому ресурсы, ему нужно было попытаться застроить. Но сейчас уже тяжелее. Правильно, здания растут у эльфа арчи. Какие-никакие выползают. Хотя, подождите, там же АОФ уже помер. Внизу еще какие-то два здания остались. Он пытается вырастить АОФ, наверное, да? Персоналочка пошла. Куда? На Мунвелл? А, тут вообще вон что, смотрите. Там, во-первых, Мунвелл, можно подхилить арчу. Во-вторых, нифига себе, вот этот дерзкий. ТХО решает под шумок на бывшем натурале эльфа возвести свою собственную базу. Нормально. Красава. Пока он там развлекает эльфа на... Не знаю, как назвать теперь этот место. Мейн... Мейнеспанд. Мейнеспанд. Введем новый термин, потому что в Best Replace очень часто случается ситуация, когда вынуждены очень быстро перемещать свой мейн, какой-то в другое место стороны. Итак, Мейнеспанд подвергается атаке, ответной от Хумана. А в это время эльф отменяет все-таки строящуюся нычку. Ну, это правильное решение от ТХО. Вышки там уже растут. Итак, атака с фут... Атака-така с футменами. Это бразильская атака. Атака-така. Они танцуют в это время ламбаду еще. Помимо того, что орудируют своими саблями. На город напали. Минус футмен. Файрлорд уже наполовину пятый, заметьте. Элема вторая. Довольно жесткий. Но футмены должны быть с дефенсом, наверное, Е. Да, по идее, Е. Если нашел на это деньги-то, хоп, потому что он там еще и нычки ставил. В общем, я бы на его месте не стал. Нет, нычку не отменил, кстати. Она еще может... Может выжить. У нее есть шансы. Прибежали еще два джамшута. И своими кавыриалами сейчас потихонечку кирпич за кирпичом этот фундамент собственно возведут до здания. Войска вступили в бой. Одна арча против двух рабочих. Но они очень ленивые. Видимо, им не заплатили. Они пока не согласны строить ничего. Приходит еще одна арча и милиционер. Ну, тут налицо конфликт. Тут без вмешательства правоохранительных органов никак не обойтись. Эльф решает, что хватит воевать с нычками. Он тыкнул кир-2. Не знаю, почему Хуман так и не стал застраивать. Здесь же, очевидно, можно было это сделать. Еще много ленито и ты же нычку ставишь. Я понимаю, но... Но у эльфа здесь практически нечем отбиваться от застройки. Посмотрите, здесь вот ничто не мешает. Хуману возвести вышки. И как эльф будет от этого всего отковыриваться, я не знаю. Почему ты не застраиваешь? Почему? Войшка вступили в бой. Там борьба за экспанд. У эльфа очень много ресурсов. Чего не скажешь о Хумане. Но все-таки он принимает решение тяжелое, но, мне кажется, мудрое решение застраивать и тут же его отменяет. Видимо, взвесил в СЗ и против. Посчитал. У него нычку чини! Чини! Так. Тут панда вторая. А-а-а! Он увидел, может быть, что Тир-2 у эльфа готов. И понял, что застройку, наверное, задышат. А как теперь отбивать мейн? Вот... Ну, в смысле, не мейн, а экспанд. Он вообще не пошел в технологии. Он не стал... А-а-а! Да, он, наверное, увидел еще АОВы. Да, все правильно он сделал, что отменил застройку. Там... Пока они строились, я не видел, что именно. А оказалось два... Не АОВы, а два сторожевых дерева. Тогда застройка действительно здесь отменяется. И сейчас перед у Хумана дилемма определенная. Понимаете, он... Он, конечно, нычку воткнул. Он молодец. Но у эльфа уже два героя. Панда. И вместе с фаерлордом они могут здесь зажечь. А он еще и кир-2 нажимает здесь на экспанде. Знаете, для чего? Для того, чтобы полицию там призывать. Вот это да! Ну, а как мы будем отбиваться? Мейн почти умер. Вышки стоят очень удачно в такой формации. Да, он строится новая. Эльф, просто нужно постреливать. Хотя... Может быть, можно перевести сюда один или два сторожевых дерева? И тогда все получится? Не знаю. Может быть, построить сторожевые деревья здесь? Нет, но здесь забейте. Тут... Хотя у футменов... Нет, дефенсов еще нет. Панда здесь будет дышать. Мунвелл, правда. Вот сейчас будет ночью, будет восполняться. У панды еще на одно дыхание мана есть. То есть, вот тут нормально перебьют рабочих. Экшон идет сразу в двух местах. Хуман штурмует базу эльфа. Эльф осаждает пинат и хуманом. Хандреска вышла. Да нет, эльф там отковыряется. И панда бежит дышать. Сейчас будет хорошее дыхание. Ой, Хандреска не отковыряется. Тут же вторые свиньи. Что тоже, в общем, не добавляет живучести анарморд юнитом эльфа. Так, берем еще рабочих. Понимаем, что мейн, точнее экспант, не отбить. Минус все рабочие. Ну и это магическая вышка панды уже до до хвоста. В общем-то, потому что всю ману она уже израсходовала. Хуман предпринимает отчаянную попытку отбиться. Панда еле живая убегает. Пятого левела фаерлорд. Он тут всех футменов переместил. Почему до сих пор нет щитов? И то мне неведомо. У эльфа очень битый герой. Надо их перехватить здесь по пути. Интересно, нажал ли Тир-2 Тиаш? Успел ли он в этой катаклизме хоть как-то сориентироваться? Потому что у эльфа сейчас уже пойдут дриады, которые будут соответственно диспейлить кабанов, диспейлить медведей. Да, вот только сейчас Тиаш нажал грейт главного здания. И ему, конечно, нужен тег. Ему нужна нормальная Войска вступили в бой. Развитая армия. Технологична. Точно не футмены. Здесь они уже не помощники. Ну и, конечно, отсутствие дефенсов. Так, четвертый у нас Гортар Вепрь. Персоналочка. И продолжаем зажигать. Огненные лемы. Между прочим, пятые. Эти твари уже 700 хп. У них очень жесткая атака. И у футменов до сих пор нет дефенса. И они сейчас будут размножаться. И, в общем, мне кажется, ну, они точно посильнее кабанов будут, если они сейчас размножатся. У панды здесь... Слушайте, ремайн реально перехватывает. Ремайн перехватывает. Как? У меня плохие новости для хуманов. Мне кажется, что проблемы здесь будут от ИХО. Потому что пятого левела. Там шестой не за горами. Он получит вулкана. Вулкан так раздаст. Ой, но только не надо сражаться лоб в лоб с бестом-то и медведем. Выжирает поушин, но медведь там башит. Нормально. Уже два баша прошло. Фаерлорд в легком нокдауне. Не понимает, что происходит. И оставил с медведем сражаться. Тут в это время криппинг идет. Вот это демки. Ё-моё. Как же он не успевает в 20 местах. Дриада еще без диспола, судя по всему. А медведь уже даже второй медведь он нормально так раздает плюхи. Ну, с ним не надо драться. Панда идет дышать. Панда пока еще не третья, по-моему. Тут грейд на тир 3. Но нужны нормальные медведи, конечно. Хумана экспант. В общем, здесь идет стандартная игра, если бы не набор героев и не такое начало, где мейн у эльфа перекопался в другое место. То есть у Хумана нычка, эльф нажимает грейд на тир 3. Фуман, видимо, будет укреплять преимущество еще одной нычкой, отбиваться на вышках и выйдет, наверное, в тир 3 какие-нибудь танки. По крайней мере, так он планирует. А может быть... Не, ну вторую нычку тогда зачем строить? Если ты хочешь в тир 2 кастеров, то тебе нужно эти средства как раз на них тратить. Скорее всего, это будет тир 3 и какой-нибудь обуз. А эльф выходит в свои технологии, будет строить медведей, недоконтролил дриаду. Там, конечно, вышки ну мега неудачно стоят. Сейчас у Тиаша и он там уже тонну рабочих потерял. Криппинг, боевые когти, но это все фигня. Сейчас мне это не важно. В инвизии вепрь. Он научился этому. У Гарри Поттера отобрал плащ и бегает с ним теперь по карте. Панда, панда, панда. Нет, панда 2-го левела. Вот как-то нужно еще качнуть панду, эльфу до 3-го и тогда этот хорас нычки станет для Хумана совершенно критичным. Вы заметили, кстати, что все самые сочные демки проходят с участием Хумана. Как бы то ни было, наверное, Хуман самая популярная раса в Best Replace и надо сказать, что почти во всех этих сочных демках Хуман оказывается на щите. Но это не важно. Главное, что Хуманы конечно дают джазу в нашей рубрике они у нас основные производители годноты и качества. Что-то непонятно, какой-то сбой текстур был или рабочие сами не понимали, что они строят, они получили смету, получили план и напали. Но по этому плану сами не сообразили, что это будет. Ой, а здесь какой-то раш футменами под щитами, не знаю, не знаю, такое. Ну, убьют два ова. Тут, конечно, у Хумана гораздо больше и потери, деревья еще нормально плюх раздают. Можно панду ставнуть, не греть, пришел. Скоро грейд на форму и мишки уже будут футменам объяснять, что почем. Минус тем временем староживое дерево, продолжается отчаянная атака, но здесь настоящее кладбище. И к шестому левелу стремится панда какого? К шестому левелу стремится фаерлорд, панда к третьему стремится, да, пришла с двумя дриадами отбиваться. Здесь можно навалять бестмастеру подрядами, он не убежит. У него были сапоги или нет? Ну, как-то убежал. Да, нужно, наверное здесь отбить атаку, панда сейчас вдохнет, можно из манвелов выдохнуть хорошо, а можно и не дышать, там, джуф от медведей, все, футмены уже бесполезны. Итак, вот мы пришли к тому моменту, когда у эльфа есть армия, вот, не показывают нам грейт на красную лапку медведем, уже почти доделался, панда почти третья, и пытаются рабочие экстрем, вселенское терпение, у них это не золотой рудник, это кладбище, здесь андеду базу можно ставить, потому что трупов достаточно, бесконечные скелеты будут спавниться. Это какое-то Мамаева побоище просто, это знаете, как вот распродажа в пятерочке, сразу же после ее окончания, примерно вот такое же происходит, там, где пенсионеры закружки месят друг друга костылями, вот, то же самое, да, я не могу поверить своим глазам, ремайн из такой, из такой, я пытаюсь подобрать конкурентный и парламентский синоним слова жопа, но и не могу, он из такой жопы, а тут в то время еще одна нычка вот и хо, о ней эльф вообще понятия не имеет, он думает, сейчас я пробрею Хуману нычку, блин, какие же они крутые чуваки, какие же они решения принимают, и эльф даже разведку не делает, он понимает, что Хуман так защищает эту нычку, наверное, она у него единственная, а Хуман в это время, я уверен, там уже Тир-3 запустил, и все-таки проблеваем Хуману экспанты, и эльф, эльф сейчас думает, ну все, ребята, это минус нычка, мы остаемся один в один, у меня технологии, я сейчас, не знаю, полкарты закреплю, спешить мне уже некуда, и я просто приду там с пандой пятой, да, и убью, а в это время Грейт на Тир-3 и танки, все, о чем я говорил, сбывается, Грейт на Тир-3 и танки, ребята, это, это сейчас такой будет холодный душ для ремайнда, боже, я не знаю, на мой взгляд, это вообще топовая демка за всю историю рубрики, такое, нет, начало, мы такое видели часто, застройка Хумана фастовая, да, без героя, вот он, вулкан, обнаруживаем еще один экспеншен Хумана, но этот вулкан, посмотрите, как же он раздает, но тут приезжают танки, как же вовремя по таймингу, и вот из такого начала, с таким нестандартным набором героев, эльф как-то умудрился из полнейшей по-прежнему не могу отыскать равнозначный синоним, даже эфемизма не могу никакого найти, из полнейшей просто шляпы, виллы были полные у эльфа, он умудрился как-то выйти, развиться, и сейчас у него есть все шансы на победу, панда там, понимаете, уже, это у кого панда, нет, это, да, все правильно, у реманда там панда уже почти четвертая, мы видим по дыханию, избивает, сносит еще один рудник, но тут танки уже едут, и сколько денег у ТХО, непонятно, там бы закончился мейн в это время, ё-моё, ё-моё, у реманда снова, это снова страшный сон, у него рецидив, у него снова есть мейн, но нет нынчик, и вести этот мейн некуда, и ремайн вгрызается героями, герои, конечно, сильнее, армия пока сильнее, да и вообще не будет у Хумана нормальной армии, будет Абу с танками, но что делать, надо до конца, конечно, идти до конца, здесь танки сносят здания, отбивать их совершенно некем, надо, может быть, фаерлорда послать, и черт его знает, вообще, что делать, а у Хумана, у Хумана тоже нет инкама, но, а что, но у него тоже нет инкама, молодец, эльф, вот, и снова ремайн принимает очень тонкое, и единственно правильное, он идет по очень тонкому льду, но постоянно правильно, да, ему нужно сейчас лишить Хумана инкама и где-то заныкать здание, тогда у него будут герои сильнее, с этими танками он сможет справиться, но ни в коем случае нельзя давать Хуману добывать, потому что новое золото, это новые танки, но, блин, а как нычку-то защищать, как защищать нычку, ее уже 5 танков приехали убивать, ох, какой-то абузер, какой-то абузер, ты хо, ну как же ты круто играешь, какое было грамотное решение поставить третий экспанд, все тонко, все точно, да, вынуждены тпшиться, и самый главный вопрос, остался ли там, оттепается только панда, только панда, здесь нужно убивать мейн, панда, четвертого левела, будет дышать, здания падают, мейна нет, лорниц нет, и здесь хуман, кажется, будет в игре, хотя это все танки, эльфу надо куда-то заныкать здание, есть у него деньги, есть виспы, их очень много, их нужно сейчас эвакуировать срочно, где-то расставлять мунвеллы, в необычных местах, где-то пройдать деревья, что-то делать, убегать, не нужно уже здесь отбиваться, или нужно, панда-то с медведями, здесь падает постепенно ратуша, боже, вообще непонятно, кто здесь победит, потому что с одной стороны у эльфа не остается зданий, но он здесь кое-как отпыхался, а у хумана денег нет, и он возводит новые вышки, он планирует новый экспэншен, и здесь будет разводить, ну, Техло, конечно, в этой ситуации легче играть, он играет от своей агрессии, он точно знает, куда будет диверсии проводить, у эльфа остается все меньше и меньше зданий, он видит новый экспанд хумана, и вот что делать, нужно срочно бежать, эти вышки отменять, а там ратуша еще жива, а здания падают, бедный ремайн, ну, ликуйте хуманы, кажется, все-таки додушат, додавят здесь, эльфа, два танка, у эльфа, сколько у него зданий-то осталось, непонятно, так, танки едут лечиться на фонтан, они чего-то не знают, видимо, об этой игре, минус, танки, здесь борьба с пандой, шестой, нужен еще один вулкан, 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 там откулдаунился, вулкан, наверняка у фаерлорда идет сражение с медведями Дриада, с диспеллом, по-моему, без, нет, вот, диспелл, есть, ай-яй-яй-яй-яй-яй, и здесь уже вышки, ну, там, вулкан, нужен вулкан, прям, прям очень сильно, вот, никуда спрятался АОФ, он будет там пройдать деревья, начинается самая, пожалуй, волнительная часть этого поединка, кульминация, эльф пытается засейвить здание и убить, но вулкан должен откулдауниться уже, нету денег у Хумана, один рабочий строит, здесь идет штурм, ну, где же вулкан, вулкан должен помочь, есть ли мана на вулкан, тут много вопросов, должна быть мана, давай, давай, пошел вулкан, да, и начинается веселуха, Реджуф на Фаерлорда, это не сбить, это не сбить, и Фаерлорд ничего не, красавчик, эгей, фейерверк, 9 мая, с праздником, ребята, везу, эй, ты что, ты, ну, или закончился вулкан, или Фаерлорд, это же Ченнелин, спел, он, видимо, замузился как-то, надо пробревать, надо пробревать как-то, панду отстафали, отстафали, а где она будет кулдаунистой, ё-моё, медведь, у него, медведя главное не потерять, потому что это единственный носитель, Реджуфа, куда ты забрел, глупый, куда ты заблез вообще, беги оттуда, тут Реджуф в отсутствии колодцев, важен, как, тут все важно, панда пытается хилиться на фонтане, медведя отводим, он умрет, это панда, один медведь убивает другого только за то, это панда расист, она убивает этого медведя только за то, что он бурый, понимаете, понимаете, это кошмар какой, но все еще может затащить эльф, все еще может, там, отменяет ратушу, нет денег, у эльфа нет денег, но и у Тиаша тоже нет бабла, там, этот, медведь молодец, нашел себе применение, у Тиаша тоже 10 голды, ему даже рабочего заказать, неоткуда, точнее, есть откуда, но не на что, погоня за фаерлордом, ох, какая топовая демка, правильно, отчего уж медицинский трактат надо читать, немножко пожирнее стал фаерлорд, дымится ратуша, куда, медведь, не отвлекайся, давай, лупи его лапой, давай, грызи, мочи, долби, остается еще пара ударов, надо, есть, минус ратуша у Хумана, это, хорошо, а, а денег-то на новый экспант, стойки, у Тиаша нет денег на новый экспант, это все, это, неужели эльф, эльф затащит из этой ситуации, неужели он затащит, у эльфа почти не осталось зданий, и Хуману, сейчас нужно, не о экономическом, ну все, там о макро уже думать нечего, Хуману нужно здание эльфа убивать, у эльфа осталось там 3 избушки, жалких, Хуманские вышли еще убивать, еще целую базу, и, кажется, это понимает Ихо, куда он идет, он там за медведем гоняется, это, это сколько угодно, это пожалуйста, панда это все, естественно, сдует, все-таки почти пятая панда, ей так мало нужно, может быть зеленую точку закрепить, может быть быстро под шумок закрепить зеленую точку, а, может быть, а, одно здание видим, вот там вот в самом конце карты, и второе, все, у эльфа осталось 2, 2 дерева, Хуману, все, что нужно Хуману для победы, это снести 2 дерева, понимаете, 2, и все, это будет победа, но, если бы эти 2 дерева могли, я не знаю, взлететь куда-то, то победил бы точно эльф, потому что герой у него сильнее, и он, хотя, нет, не сказал бы, все-таки, бестмастер, кабаны, медведи, панда тоже есть своя, все равно у эльфа тяжелая ситуация, но, а Хуман не знает, где, где лесонасаждение эльфа, он ищет, он сейчас должен всю карту пробежать, а в это время эльфу нужно отхилиться, и бежать, убивать, вот это последнее здание Хумана, в общем, это будет бейстрейд, стойте, деньги, сапоги, у беста, он все продал, панда вообще пустая, и есть, нет, это Хуманские, это у эльфа есть деньги, у эльфа есть деньги, нет, подлый ТиАш, он все-таки наковырял, он продал все айтемы, наковырял денег на ратушу, а как это, как же это понять, ремайнду, он должен это понимать, он должен почувствовать, это же ремайн, у него почти шестой бист, вы понимаете, вы понимаете, он как пустит эту звериную атаку свою, он как это бегущее стадо свое вызовет, медведь с блинком, с башем, огромный, страшный, бурый, ох, на, на, и видит, красава, ремайнд, все-таки увидел и снес, отменяет, а деньги, есть ли еще деньги у ТиАша на ратушу, неизвестно, начинается вселенская битва героев, пятая панда, пятая панда у ремайнда, давай, дави, нет маны на дыхание вообще у нее, там почти, господи, догнать ряду, ну ты хрен ее догонишь, это же коза, вообще бег это ее основное ремесло, она это беговая коза профессиональная, хрен ты ее, ой, только не останавливаться, бегать вокруг фонтана через шифт, по всей карте, он только этого и хочет, он же не может получить шестой левел на нейтральной точке, медведь, отличный баш, коза в обратную сторону, боже, тут такие локальные, конечно, драмы разворачиваются, коза чуть подхиливается, медведь, медведь бежит на перехват, господи, это шестой левел, это шестой левел, он просто придет и пустит медведей на оставшееся здание, конечно, ему очень хочется шестой левел, тогда можно даже взять кабанов, там нафиг не нужны, на самом деле, нафиг не нужен ультимейт, можно взять кабанов третьих, и там удачи просто, коза регенится, нет, молодец, а вот так вот, бисмастер, ой, еще одна плюха, добежать до фонтана, панда прибегает, коза вокруг, нет, шестой левел, нет, все пропало, панда делает тп, ну а хуман до сих пор не может найти эльфийские дома, понимаете, он не может, ну бас, ну бас, по всей карте ищет, ну и все, по-моему, у Тяша уже нет денег, да, нет денег на постройку нового мейна, уже продавай, не продавай, ему полкарты нужно будет закрипить, чтобы наковырять себе денег, еще неизвестно, остались ли у него вообще пизанты, а он заказывает, он будет таскать золото как-то, да, господи, господи, что за играл, куда ты пошел, таракан оранжевый, куда ты пошел, жук панцирный, куда ты, куда ты, каражор, куда ты пошел, не надо, не выходи туда, там плохо, там, там хуман, там, там караеды, там термиты, не надо, нет, что ты делаешь, куда ты, и бестмастер такой, добрый вечер, Он вообще не увидел. Лошара, он не увидел. Или увидел. Или увидел. Нет, живи. Живи. Минус дерево. Остается последний АОФ. Как, зачем ты спалился? Стоял себе и стоял. Никого не трогал. Надо было вгрызаться там в другие места. Последнее дерево остается у эльфа. Нет. Нет. Пожалуйста. Эльф. Кажется, Хуман очень близок к победе. Ну, а у эльфа какие ауты? У него только камин аут. И свинья находит. Не находит. Не находит. Находит. ГГ. Да. Ну, а у эльфа какие ауты были? Он там... Ну, вообще должен был, конечно, на базу Хумана ходить и как-то отвлекать его. Ну, все. Это ГГ. Зачем ты пошел куда-то бродить деревом? Я не знаю. Такая ошибка была. Ну, и победа. ТХО. А, нет. Нет. Магазин успевает в последний момент. Красавчик. Красава. Красава. Что такое? О, еще где-то здание продолжается погоня. Ну, кажется, сейчас найдут. Так. Так. Панда близка. Теплее. Теплее. Горячо. Идут в правильном направлении. По крайней мере, этому нужно хотя бы вытасти и вгрызться куда-то. Ну, что, зачем на таком, зачем в таком очевидном месте-то? Нет. ГГ. Как он это узнал вообще? Как он узнал, что именно там растет? Отличная игра. Великолепная. Это не отлично, это потрясающе. Это шедевральная игра, которая украсила наш Best Replace. Я думаю, честно, можно ввести такой хит-парад топ-3 лучших демки за всю историю рубрики. Но я отдаю этой первое место. Во-первых, мега-про-уровень. Во-вторых, великолепное исполнение. Нестандартные герои. Нетривиальное начало. Неординарные тактические решения. И в конце такая умопомрачительная развязка. И я так болел за эльфа. Ну, возможно, хуманская справедливость должна была восторжествовать. Потому что, ну, сколько уже хуманам сливать-то можно? Ёлы-палы. Наконец-то ликуйте. Ликуйте. Homo sapiens ваши. Наконец-то победили в жесткой, бескомпромиссной и дико интересной борьбе. Спасибо огромное за эту демку Аспиранту. И надеюсь, вам понравилось. Эмоций хватит на оставшуюся неделю. Ждем следующего выпуска Best Replace. С вами был Банни Вур. И, конечно, подписывайтесь на наш паблик в ВК. Там есть зал славы наших самых щедрых саппортов. Они прямо сейчас на вашем экране. Вот эти самые, самые наши богатые, состоятельные инвесторы. Их мы отдельно благодарим. Ну и встретимся в следующих выпусках. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok